Всем доброго времени суток, с вами Лесна Роуз, мы вернулись в рафт, наконец-то подоспела вторая голова, второй эпизод, вторая голова, и теперь мы с вами плывем не просто так, не просто в пустоту, мы с вами уже посмотрели прошлое обновление, полностью, у нас даже есть пчелки, есть мед, по-другому выглядит укрепление плота, кстати, смотри, видишь, прям все по-другому стало выглядеть, во-первых, еще говорят, найденные чертежи автоматически добавляются на рабочий стол, Ну, я, к сожалению, хочу сейчас, я не знаю, куда мы сейчас плывем, я уже забыла просто все, понимаешь, вроде мы плывем в нужном направлении, но я не уверена, куда именно мы плывем, что происходит, надеюсь, в нужную сторону, потому что я уже забыла, как все это работает, прошло сколько времени, я играла в последний раз, получается, в мае, но я в первую очередь подойду сейчас, это что у нас, это что, это сырье, А, ну да, точно, 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 прикинь, забыла, вот для этого, вот для этого, что на рабочем столе, есть что-то новое, го, проверять, что-то новенькое, потому что тут новый остров, который мы плывем по сюжету, сейчас мы его почитаем, а, смотри, выучено, как будто ничего и нет, слушайте, а как будто и правда нет нового, ну да ладно, значит, смотрим, открываем журнал, забыла, какая кнопка, кнопка какая, во, Вот он, каравантаун, собственно, мы плывем туда, я правильно понимаю, вот мы плывем, мы были с вами на Балбао острове, сейчас мы плывем, плывем каравантаун, мы точно плывем туда? Да, ну да, медленно довольно плывем, ну да и фиг с ним, ничего страшного, у меня тут ламы, вода, все забыла, что работает, что происходит, как у вас там? Воды здесь нет, хорошо, укрепление у меня на корабле есть, это замечательно, акула сожрала все ловушки, это вообще не замечательно, если вы помните в прошлый раз, я уже все забыла, что у меня есть в инвентаре, что мы вообще там искали, мы с вами просто идем по сюжету, если честно, мне не очень удобный плод, но если вы думаете, что я буду этим заниматься, вы ошибаетесь, мне так лень, честно говоря, поэтому просто поскидываю всякие вещи, во-первых, у меня есть мачете, мачете, мачете есть, стрел нет, ага, нет стрел, нужно выращивать деревья, есть топор у меня, каменный топор, а почему нет нормального топора, потому что у меня нет железа, что ли? А, да есть железо, а почему нет нормального топора тогда? Восемь досок, ща, ребят, не все так просто, хотелось бы, чтобы было проще, но давайте потихоньку, постепенно, вот деревья вроде как подросли, да, или их нельзя собирать еще, хренушки, ладно, У животных вроде все нормально, единственное, что у меня сломалась вся броня, броня, а броня делается вот где, вот она, из кожи и шерсти, шерсти у меня, я не знаю насчет кожи, кожи полно, а шерсти нет, все, я начинаю вспоминать, где-то там, вот, во-первых, семечки выглядят по-другому, класс, А что с ножницами? Нет ножниц, да? А почему нет ножниц? Секунду, это где вообще? Вот ножницы, шарнир, железный слиток, значит, давайте сейчас это и сделаем, почему нет? Соберем шерсть, у меня тем более две ламы, я их взяла специально две, не просто так, потому что нам нужна нормальная броня, мы не знаем, кто нас ждет на новом острове, я, если честно, понятия не имею, Так, это где-то там, я бы не сказала, что мы совсем плывем в том направлении, иди к черту от моих цветочков, хватит на них налетать, да что ты будешь делать, отойти невозможно, я не скажу, что мы прям в правильном направлении с вами плывем, ой, не так, не так, вот так может развернуться, вот, 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 смотри, вспоминаем, как это работает, И села батарейка, ну, это так и задумывалось, как говорится, у меня, блин, ни еды, ни воды, я потерявся уже, прикинь, давным-давно во всем, я уже все, конечно, забыла, ну, топливная труба, улья, ну, пока вроде я не вижу новых предметов, но, может быть, когда мы доплывем до этого острова, или черт знает куда мы там с вами направляемся, будет что-то понятно, мне нужна еще батарейка, медный слиток и пластик нужен, да? Допустим, пластик и медный слиток, есть медный слиток? Ой, серьезно? Ничего нету, так, деревья можно собирать? Деревья не готовы еще, у меня нет ни одной большой рыбы, я это помню, представляешь, как давно это было? А я помню, что с едой, конечно, беда. Что-то вроде с яишенкой можно было сделать, да? Если, если собрать молоко, да? Потихоньку начинаю ориентироваться. Ну, допустим, давайте соберем молочко. Благодарю. Что там, что там с грибами? Как делается омлет? У меня нет рецепта омлета? Почему у меня нет рецепта омлета? В смысле? Без понятия. Я не помню просто, как он делается, я не хочу сейчас накосячить. Что вы грустите? Ешьте, блин, я уже пережила потерю вас. Будьте так любезны кушать. Спасибо. Так, ну, походу, это придется поливать вручную, сюда то ли не долетает, то ли что-то, я не знаю почему. Так, есть придется срочно, Ксюш, давай что-то придумаем уже с тобой. Мы можем половить, вообще-то, да? Рыбку, наверное. Чтобы хоть что-то поесть. У меня вообще есть удочка? У меня нет удочки, да? Упажаю. Мне интересно, что они еще обновили, я просто даже список изменений, прикинь, не почитала. Кроме того, что я узнала, что есть новый остров, я такая, все, меня остальное больше не интересует. Будем на диете сидеть. На овощной. Мне просто лень сейчас всем этим остальным заниматься, знаете, хочется просто, во-первых, озаботиться броней, что по броне? Где это вообще? Вот. Так, кожа, шерсть. Шерсти супер мало. А есть еще, может, шерсть? Вот тут две есть. О! Что прибило к моему берегу? Я, конечно же, заберу все. Так, еще шерсть. Вот шерсть. Что сделаем? Можно сделать кожаный доспех. Надели доспех, хорошо. Можно сделать... На... На коленнике. Ну, надеть на коленнике, почему нет? И... Рюкзак. У меня аж только нет. А еще, по-моему, этот говноплод меня развернул. Ты посмотри на него. Ты куда меня разворачиваешь? Ты перестань. Все, я встала на плод. Он тонет теперь. Уходи отсюда. Под воду желательно. Развернул меня в неизвестном направлении. Так хорошо плыли, блин. Ну, ладно, придется делать теперь эту батарейку. Да хватит жрать там. Пошла вон. Кстати, а что с пчелками? А, ну да, для них же как раз нужны цветочки, которые я сюда сажала. Все ясно. Так, все, делаем батарейку. Идем смотреть вообще, куда меня развернуло опять. Правильно? Вроде. Не, все в порядке. Хорошо. Все не так уж и плохо. Мы близко, кстати. Ой, а мне стоит покушать. Блин, у меня столько рецептов с рыбой, что, наверное, все-таки я, может, зря, если честно, отказалась от мысли половить рыбу. Вот скадылюкс замечательное блюдо. Потрясающее. Как сделать? Где она вообще? Удочка. Вот, хлам нужен, класс. О, класс, пока плывем, я хоть рыбки половлю. Может, что-нибудь нормальное сейчас приготовим. Просто перед тем, как топать на остров, нам желательно... Нам бы желательно лечебную мазь, кстати, сделать, но я не знаю, почему пчелы мои загрустили. Давай, лосось, скат, лови что-нибудь классное. Столько потратила на тебя, ну. О, зубатка, ну молодец. Ну, вот так и надо было сразу. С зубаткой был рецепт. Подожди, был с зубаткой рецепт? Сырая зубатка, да! О, класс! Смотри, гриб, картошка и свеколка. И яйца. Прекрасной новостью, у меня нет картошки для приготовления того, чего я хотела. Супер. Говорит карта, что мы почти на месте. Жаль, пока, правда, ничего не видно. Что там с батарейкой-то, она хоть работает? А то нельзя животных без батарейки оставить, а то я вернусь, а они все помрут, как, знаешь, и было в прошлый раз. Так, надо, наверное, еще одну батарейку будет сделать, потому что мы скоро будем подплывать уже. А батарейки, наверное, все выбрасывать, да? Попробую приготовить еды, я торопиться не очень хочу, я хочу аккуратно все исследовать. Блин, может, тут какая-нибудь картофелинка, понимаешь? Я надеюсь, просто попадется мне. Хорошее блюдо просто можно приготовить. Ого! А выглядит эпично, да? Смотри. Мне кажется, мы не совсем в ту сторону плывем. Нам бы надо прямо на остров, а я чего-то не совсем в ту сторону прям плыву. Хотя я бы не сказала, что это остров. Пожалуйста, картофелинка. Одна картофелинка для супер-классного, сытого блюда. Ты посмотри, сколько там всего. Там прям как будто поселения, да, чужие? Офигеть, какая-то прям колония. Ну, по идее, так и должно было быть. Только там, наверное, опять никого нет. Будем читать записки, почему тут опять никого нет. Блин, да почему я опять плыву не в том направлении, а? У меня есть подозрение, почему мы плывем не в том направлении. Угу. Топливо-то закончилось? Ну да, это прям как поселение. Эти уродские пти... Это медведь. Что это? Камень, медведь. Все, ставим якорь. У-у-у! А что это за уродская птица-то? А мне есть с чем драться-то? Что ты мне сделаешь? Я под крышей, глупая птица. Так, ну в первую очередь придется с этой уродской птицей справиться, честно. Походу она одна. Может, кстати, и не одна. Черт ее знает. Может, тут есть рыба еще? Ой, рыбы. Летающие падлы еще. Но это не очень клево совершенно. Надо сохраниться. Может быть, мы сделаем хорошие стрелы. Подожди, у меня есть железные слитки. Точно есть. И перья есть. Всего три, правда, слитка. Хорошо. Ну, не так много стрел, честно говоря, у меня. Кстати, у меня, оказывается, была шерсть. Возможно, мы сможем сделать рюгазак. Они как раз обросли. Как раз, как раз обросли. Шикарно. Хоп. И у меня куча места, прикинь. Так, еда вся здесь. Инструменты выкладываю, материалы все выкладываю. Березовые семечки у меня, оказывается, были. По-моему, это птица в сто тысяч раз больше тех, с которыми мы с вами общались. Что-то она какая-то просто здоровенная, нет? Ну все, гадина. Я проснулась. Давай. Подлетай. Еще же куча врагов, ты понимаешь? У меня не только эта чертова птичка. А она что, не летает в дождь? Ты представляешь? Она не летает в дождь. Ну, нету ее просто, смотри. Ладно. А я вспомнила, почему пчелы не работают. Пчелы работают, когда вся грядка усажена цветами. Только сейчас вспомнила. Должно быть три цветка на грядке, тогда она будет работать. А у меня там остался один. Благодаря чьим-то зубам. Ладушки. Все выкладываем. Топор с собой берем. Который, естественно, не жалко. Так, ну делаем сейф. Ну, погнали. Новый остров ждет. Ну и что это? Что такое? Что тут вообще происходит? Тут записка есть. Журнал о силе воли Декта. Мы сварили водоросли. Санжей их даже попробовал. Какой смелый. На вкус как соленый картон. Но голод они на время утолили. А потом они полезли назад. И это было вообще не здорово. Не чуточки. Папа сказал, что мы своим шумом распугали всех свиней. Потом пришла мама. Было похоже, будто она плакала. Но потом Санжей пукнула. Она хохотала, как сумасшедшая. Вау, потрясающая информативная записка. Доктор Хедрик сказал, что опасности нет. Но все же поинтересовался, ели мы мясо или нет. Мы сказали, что не ели. Он вроде успокоился. Доктор Хедрик выглядел очень уставшим. У его хижины была очень большая очередь. Видимо, врач. Когда мы пришли домой, папа Санжей сказал, что я плохо на него влияю. Утащил его к себе. Они думают, что положили конец моим экспериментам. Но наука не спит, как и Детта. Походу, это какой-то ребенок. Ладно. Давайте дальше смотреть. Смотри, тут прям действительно было как жилище у них. Обрати внимание. Ой, тут как-то, конечно, много всего. Мне кажется, тут записку пропустить. Трещу это вообще. Я уже даже не ориентируюсь, надо сказать. Ну ладно. Давайте просто потихонечку. Потихонечку смотреть. Мы сюда же не просто так с вами, естественно, приперлись. Использовать. Тут шкафчики теперь открываются. Ух ты. А, камень, веревка, хлам. Ясно. Хорошо. Теперь можно обыскивать ящики. Причем, кстати, не все почему-то. Вот, еще предмет. Объедки. Ой, ну это то, что я хотела. Как я люблю объедки и ам-нам-нам вообще. Падла, я думала, ты улетела. С ней придется драться. Так, ладно, давайте на нее забьем. Честно говоря, она только мое время тратит. Что тут? Ничегошеньки. Главное, этажи не пропол... Не пропол... Ммм, падла, больно. Ой, фруктовая сорти. Я что, взяла еды? Хорошо, классно. Мне нравится. Сейчас просто эта говноптица прилетит опять. Ух ты, как дерешься, падла. Ну прям больно же. Боже, что она такая здоровая? Ладно, нам надо, знаете что? Я знаю, надо вылезти на... О, осы. Точнее, пчелки, осы. Ну, в общем, собираем. Вон она, посмотри. Ой, лама! Тут и ламы бывают. Офигенские новости. Какие-то кактусы здесь еще. Это твой дом? Так, ну давайте попробуем. Я просто дико косая, вы знаете это. Я вообще не попадаю в этих птиц дурацких. Е! Ух, какая ты упертая! Ты посмотри, падла какая! Ну перестань за мной летать! Выкинь ты свой... Кусок какашки, который ты носишь. Что она делает, блин? Ее забаговало, может быть. На тебе вторую стрелу, а? Че, неприятно? И мне неприятно. Ты расфигачила весь мой плод. Мать, меня сейчас укачает. Глупая ты тварь. Она пока, значит... Пока, значит... Она не скинет камень, она не успокаивается. Вы это тоже видели? Я тебе сейчас знаю что. Иди сюда. Сейчас мы с тобой пообщаемся. Смотрю, в тебе две стрелы. Тебе комфортно? Попала. И все, и она, смотри, короче, не отпускает этот вонючий камень, пока на меня его не скинет. Она ведет себя, как другие птицы. Убила! Отлично. Металлические стрелы, это что? Металлические стрелы, это классно! Раз! Ес! Хорошо. Белый крикун. А это кто летает? А, это вообще не крикуны, а супер. Но это хорошо, слушайте, сколько стрел потребовалось. Я не обратила внимание. Ну, четыре, наверное, где-то, металлические. Требуется взрывчатый порошок. А это что такое? Не, ну у меня есть взрывчатый порошок. Ладно, давайте записку почитаем. Так. Журнал экспериментов Детта Попытка 733. Люди с плотов говорят, что суши почти не осталось. Караван крупнейший участок земли, что они видели. Похоже, вся планета ушла под воду, но есть и другие планеты. Папа помог мне со сваркой. Для ракеты Илян и Хён принесли фейерверки. Папе пришлось извиняться за взрыв. Они отобрали у меня инструменты и знак отличия. Когда произошел взрыв, все убежали. Вот трусы, все, кроме Санджея. Молодец, Санджея, помощник. А, ну взрывчатый порошок я могу принести. Собственно, why not? Он у меня есть. Поэтому давайте. Давайте просто пособираем, если здесь что-то есть. Во-первых, тут есть вот эти вот тарзанки. Вы тоже их видите? Вот я хочу на них прокатиться, я правда не знаю как. Так, а где я вообще живу? А, вот мой плод. Блин, далековато, конечно, идти, но нам надо проверить, что будет, если мы засунем туда взрывчатый порошок. Но будет взрыв, очевидно. Но у меня как раз один был. Одного, я думаю, достаточно будет. Так, птицу эту дурацкую мы убили. Наконец-то можно успокоиться. Так, что у вас там? Вода-то есть? Хорошо. Так, интересно, здоровый ли остров? Просто тут еще куча врагов, вы понимаете? Тут это не только то, что я видела. Тут еще их полным-полно, реально. Где он был, порошок? Вот он. Что, одного типа достаточно будет? Так, я уберу, пожалуй, все, что связано с едой, да? То, что мне с собой не надо. Я вам просто, видите, насобирала всякой ерундистики. О, сейчас будет большой взрыв! Вот что сейчас будет, когда я донесу этот порошок. Ага! Ну, тут внутри, видимо, ничего такого... О, подожди, это что? Ну, подожди, ну, пустите меня. Это что? А, это нельзя. Ой, ну, выглядело круто наковальня все дела. Я думала, что-нибудь сейчас изучим, знаешь. И будет круто. Ну, здесь такие, знаешь, предметы какие-то. Не особо интересные обычно лежат. Нам нужно просто с вами квестовые, как бы, места находить. Тут еще какие-то враги же должны быть новые. Это же явно не все. Где там этот взрыв? Это лама бедная. Ну, если моя умрет, то я пойду заберу тебя с собой. Ну, давай попробуем. Ого! Куда? Опа! Это что? Быстро смотреть! Быстро быть... Ну, пожалуй, быстрее! Эх, ну, быстрее! Ну, что ж ты! Иду-иду! Кто-то кого-то запустил! А, может, там... Ну, это вряд ли человек. Я думаю, запустили этого. Чучело! Чучело запустили, наверное. Как мне только на сам верх? Во, отлично! Тут, понимаешь, взрывы и прочее. А, куколка! Майор Том! Чертеж-фейерверк! Детали для зиплайна. В душе не знаешь, что бы это могло значить, если честно. Сейчас мне еще акула кусанет за задницу. Еще взрывчатая штука взорвется. Плавает вон, смотри, со взрыв... Ну, понятно, дело рядом. Я вдруг здесь... Я же не поплыву обратно за взрывчатым порошком, правильно? Вдруг что? Так, ладно, давайте поспим. Я в ночь не пойду никуда. Ничего и так не видно. Еще и рисковать здоровьем. Мы сейчас скоро будем заканчивать. Потому что остров, вероятно, супер большой. Просто хочется до чего-то более вменяемо дойти, а не до записок какого-то школьника. Так, ну ладно. Берем копье. Сейв. Блин, переиграла в Майнкрафт, блин. Для ускорения нажимаю две стрелки. Вперед два раза. Сейчас мы, надеюсь, отсюда куда-то попадем. Вот еще какой-то командный сендер есть. И, видимо, это по тарзанке туда можно добраться. Тут, видимо, все перемещались на этих штуках. И, видимо, мы найдем такой чертеж. Это дело. И так я понимаю. Так. Ну, тут ничего особенно полезного обычно не лежит. Поэтому, наверное, нас это не сильно интересует. Нам надо попасть куда-то полезное, в какое-нибудь полезное местечко. Тут, блин, везде что-то лежит. Знаешь, а пользоваться это нельзя. Очень обидно. О, арбузик. Вот, смотри. Так, во-первых, тут что? Тут что-то есть? Опять лама. Не, лама меня не интересует. О, боже мой. Как много всего. Куда доберемся-то? Ну, давайте вот сюда сходим. Вот. Вот. Ага. Ну, замечательно. Прогулялись. Хорошо. Ладно, неважно. А вот тут что-то лежит. Что это? Ух ты. Какой-то велосипед. Так. Это что? Прости. Меня зовут Санджей. Похоже, у меня неприятность. Если вы это найдете, не говорите ни папе, ни Детта. Детта поплыл проверять подводный костюм. Мы его сделали из велосипеда, из старого шлема от скафандра. Детта повесил на костюм груза, чтобы опуститься в воду. Но они оказались слишком тяжелыми. Попытались его вытянуть, но, наверное, он за что-то зацепился. Парень постарше сказал, что дальше лучше не тянуть, иначе мы оборвем шланг. Он не разрешает мне пойти на помощь. Отличный эксперимент. Санджей убежал в слезах, когда меня вытащили. Никакого профессионализма. А, он не умер. Хорошо, господи. Под водой у нас ничего не выйдет. Столько водорослей, что ничего не видно. Много лодок и обломков. Но они слишком далеко на дне, а Санджей слишком боится. Парень постарше сказал, что у него на родине водоросли принято есть. Может, обойдемся без подводных обследований? Ну, блин, это ладно, не сейчас, ребят. Мне нечем, ну, мне нечем дышать просто. У меня ничего такого нет, так что ладно. Это мы вот сделаем потом. Безумно много всего, что надо сделать. Но пока я цели не вижу. Вот я, как и в прошлый раз, просто бездумно брожу по острову. В надежде к чему-нибудь прийти. Здесь как-то можно выбраться? А, или, походу, мне все равно придется как-то вот сюда попадать. Я допрыгну вообще? Ну-ка. Оп. А почему нет? Мне вот сюда надо. Я просто упала. Случайно. Я же не хотела. Можно попробовать вот тут забраться. Ать-ть-ть-ть-ть-ть-ть-ть. Почти. Сейчас посмотрим. Подожди, попробуем вылезти наверх. На самом деле здесь еще столько всего изучать. Неизвестно, чего вообще тут ждать. Так, пластик. Ну, соберем. Нужен блок... А-а-а, вот он, блок для зипла. Все-все-все. Я поняла, зачем эта деталь. Хорошо, гениально. До меня дошло. Так, давай-ка больше в этот раз мы... Хоп. Хоп, падать не будем. Отлично. Паркур. Все, мы здесь. Это у нас что за башня? Какой-то командный центр может быть. Просто отсюда... Смотри, отсюда идут все вот эти вот... Для зиплайна веревки, канаты. Но пока мы не найдем сам зиплайн, естественно, мы ни черта... Сделать не сможем с вами. Что тут? Ага. Тут просто флаг. Ну-ка, есть вход, подожди. Где-то вход должен быть. А, во! Так, июнь, апрель. Ладно, не знаю, что это. Тут что-то... Тут что-то проектирует. Вот, деталь для зиплайна. Три детали требуются. У меня всего одна деталь для зиплайна. Все понятно. Она начала понимать. Когда мы соберем зиплайн, сможем дальше использовать остров. Все, видите, вырисовывается картина того, что надо делать. Что написано в записке? Морское единственное. Индонезийские плавучие города. Джакарта затоплена. Большая часть материковой территории Филиппин потеряна. Местные жители построили плавучие... Плавучие города из дрейфующих кораблей. Отправились на поиски суши. Живем, как можем, заявил Чипта Гиам. Одна из первых жительниц подобных плавучих городов, отвечая на вопрос наших корреспондентов об условиях жизни. Эти поселения передвигаются по течению и быстро растут, что вызывает опасения со стороны береговых властей, которые считают их полноценной морской угрозой. Прямо угроза-то, посмотри на них. Несмотря на опасения и сколоченные на скорую руку плоты, многие верят, что плавучие города могут стать заменой обычным. Учитывая недавние слухи о том, что на Северном полюсе на средства богатых инвесторов строят города-убежище. В ответ на запрос о комментариях. А, понятно. То есть для богатых строят дома, а бедные, ну, что хотят, пусть то и делают. Ладно. Значит так, в следующий раз, друзья, будем искать детали для зиплайна, пытаться исследовать этот остров. Возможно, вот сюда, например, мы, например, точно не попадем без зиплайна, 100%. Сюда, сюда тоже. Короче, нужно будет искать просто места, где они могут находиться. Вот, например, одну мы уже сделали, ну и нужно понять, где находятся все остальные. К сожалению, я пока не знаю, где. Вот, ребят, пишите просто в комментариях, что вы думаете по поводу вообще рафта, играете ли вы до сих пор. Прошли ли уже вторую главу, или вы вообще о ней ничего не знали? Пишите об этом в комментариях. Отдельное спасибо спонсорам канала. Ну, а мы с тобой увидимся в других роликах. Пока.